Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, четверг, 18 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из Первого Соборного Послания апостола Петра с 4 главы 12 стиха по 5 главу 5 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с вас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если правильник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои делая добро. Пастыри ваших умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ними непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младшие повинутесь пастырем, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этот отрывок, дорогие братья и сестры, тоже был нами некогда прочитан, и мы здесь с вами обращали внимание в большей степени на концовку четвертой главы, где апостол Павел говорит о том, что христианину не страшно и не стыдно пострадать, как и подобает христианину, то есть пострадать за правду, за Христа, лишь бы только, говорит апостол Павел, кто из вас не пострадал как вор, как злодей, как убийца. Это уже, конечно, то, что как раз наоборот будет позорить имя христианина. Ну и вот 17 стих четвертой главы тоже интересный. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Тоже мы тогда об этом говорили, что очень важно понимать людям, христианам, предлежащим к церкви, что именно с них начнется суд, потому что больше дано им, а кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому нам, христианам, людям церкви, и в том числе пастырем, неважно, любому человеку, который является христианином, нужно всегда об этом помнить и смотреть в первую очередь на то, как мы себя ведем как христиане, как мы живем как христиане. И именно это подвергать анализу, как бы такой самооценке внутренней и уже, может быть, в меньшей степени судить других. Есть такая прекрасная поговорка, можно сказать, что «занимайся своими грехами, и на чужие грехи у тебя просто не останется времени». Пятая глава начинается с увещевания пастырей, то есть тех людей, которые поставлены благодатью Божией пасти верных чад Церкви Божией. Вот о чем здесь говорится. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас надзирай за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Очень важные стихи, дорогие братья и сестры. Особенности вот второй и третий. Здесь, по большому счету, постел Петр дает наставление пастырем на все времена. Вот смотрите, вот эти слова, да? «Надзирая за ним, за стадом, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Пастырь, если он уже принял решение быть пастырем, он должен понимать действительно, что ему придется очень часто жить жизнью своей пасты, жертвовать, может быть, своим временем, временем, проведенным с близкими ему людьми, ради того, чтобы действительно пасти стадо Христово именно богоугодно, как здесь сказано, и охотно, да, без принуждения. То есть если действительно пастырство, священство становится для священнослужителя работой, игом неподъемным, то это, конечно, всегда очень печально, трагично, потому что, ну, в любой работе это трагично. Человек работает не по призванию, там, ну, врачом, учителем, это тоже такие профессии, все-таки связанные с работой, с людьми, с обучением, если говорить о педагогах или с лечением, с каким-то общением с людьми, учащимися или, соответственно, больными. Если вот здесь наступает кризис, выгорание, как это называется, то тоже печально, конечно, тем более печально, если это выгорание наступает у священнослужителей. Такое тоже, к сожалению, бывает, и даже, помнится, где-то в православной какой-то прессе, в каком-то журнале рассуждали вот на тему, как священнику избежать, так сказать, профессионального выгорания. Вот здесь апостол Петр тоже как раз говорит о том, что старайтесь всегда охотно, старайтесь вдохновенно, чтобы ваше служение было всегда с вдохновением, чтобы вам хотелось заниматься своим делом. Предупреждение здесь есть не для гнусной корысти. Ну, эта тема, наверное, и так в наше время слишком широко и много обсуждается. Она, конечно же, дискуссионна и в определенной степени болезненна в своих вот этих обсуждениях, потому что кто-то действительно может быть от недоумения, может быть от благого желания помысла иногда поднимает эту тему. Ну, конечно же, есть очень много противников у церкви, которые делают это смакуя, разбирая всю эту грязь, цепляясь по каждому поводу к священнослужителям, к иерархам относительно корыстолюбия. Вот эта гнусная корыстика здесь написана. Но, конечно же, мы понимаем, что всегда критики были и будут у тех людей, которые служат Богу, которые являются представителями Церкви Христовой. Здесь вопрос в том, чтобы мы сами, те, кто являются пастырями, те, кто представляет, так сказать, лицо Церкви, чтобы мы, конечно же, самокритично относились к самим себе. Чтобы мы, каждый из нас, не допускал впадания как в это выгорание, о котором шла речь ранее, так и чтобы наше дело священническое не превращалось в средство какого-то избыточного заработка. Понятно, что это понятно каждому человеку, по-моему, разумному, что священнослужители – это тоже люди из плоти и крови, им тоже требуется и во что-то одеться, и что-то съесть, и так далее, где-то жить. Это все понятно, и, мне кажется, даже не требуется здесь никаких комментариев. Но важно, чтобы действительно каждый человек сам за себя отвечал и разумно, по-христиански, определял границы своих потребностей. Как апостол Павел в одном из своих посланий говорит, «Чтобы попечения о плоти не превращались в похоть». И другой момент очень важный в третьем стихе, что апостол Петр призывает пасти стадо Божие, «Негосподство над наследием Божиим, но подавая пример стаду». «Негосподство» – что имеется в виду? Это означает, что пастырь ни в коем случае не должен думать, что это его стадо, его люди, и он здесь такой хозяин, властелин, и может направо и налево распоряжаться человеческими судьбами. И вот это тоже пагубное и ошибочное мнение. О нем очень много писалось. Выходили книги и сборники статей о духовничестве, о младостарчестве и так далее. У владыки Антония Сыровского была прекрасная такая статья, которая так называлась очень трогательной. «Берегитесь, братья мои священники». В чем «берегитесь»? Потому что действительно к священнику относятся как к человеку, который может что-то посоветовать, иногда определить даже судьбу человека. Бывает так, что священник даже не имеет еще достаточного опыта, духовного и даже, может быть, житейского в чем-то. И, в общем-то, советы действительно раздаются. Люди иногда вступают согласно этим советам, не неся даже, собственно, ответственность за свою жизнь. То есть они перекладывают ответственность на человека, на духовника. И получается, что иногда и самим людям это удобно и выгодно, и иногда самому священнику это начинает нравиться. Он входит в эту роль старца, а скорее млада старца. Это очень, кстати, здорово ответил один из современных действительно старцев, действительно люди опытных духовно, когда его спросили, есть ли в русской церкви старца еще, да, к кому можно обратиться, к кому можно считать за старца. На что этот человек, не могу сказать точно кто, но вот кто-то из авторитетнейших наших священнослужителей, или опытнейших, сказал, что, ну, стариков много, а вот старцев я уже практически не знаю. Вот это очень важно, братья и сестры, понимать, что, ну, неважно, молодой это священник или старый священник, но понятие старец, оно очень-очень тонкое. И поэтому нужно здесь тоже быть очень самокритичным. Лучше вместе с человеком попытаться пройти какой-то путь, ведя его к чему-то, чем просто давать готовые советы, действительно направо и налево распоряжаясь человеческими судьбами, человеческими душами. Лучше быть, наверное, не каким-то таким якобы высокодуховным гуру, который действительно определяет жизнь человека от а до я. А может быть, лучше постараться быть для человека сталкером, то есть проводником, вести человека по пути, но всегда оставляя за человеком свободу выбора, свободу принятия решения, и самое главное, чтобы человек был готов нести ответственность за решение, которое он принял, и вообще ответственность за всю свою жизнь. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого соборного послания апостола Петра с 4 главы 12 стиха по 5 главу 5 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. годовоу... С вами был Игорь Негода. с вами был Игорь Негода. Великолепие Твое Великолепие Твое